Добрый вечер, уважаемые слушатели, добрый вечер в эфире Финам ФМ Бизнес Класс. Меня зовут Олег Дмитриев и сегодняшняя тема, замечательная тема нашего эфира звучит так. Издательский бизнес в России, как вывести на рынок тематическое издание. Сегодня мы об этом говорим. В гостях Глеб Рачко, главный редактор журнала и издатель этого же журнала Classic & Sports Car. Добрый вечер, Глеб. Добрый вечер. Уважаемые слушатели, присоединяйтесь к нашей беседе, беседе, которая обещает быть интересной. Телефон в студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Вот, собственно, все то, что вы знаете, я уверен, но каждый день я, тем не менее, не устаю этого напоминать. Задавайте вопросы Глебу и он на них, я уверен, ответит. Итак, мы начинаем беседу. Издательский бизнес в России. И, ну, если позволите, Глеб, вопрос такой достаточно стандартный, да? Вообще, на чем основана идея заняться тем или иным бизнесом? Это связано как-то с предыдущим местом работы? Это связано с какими-то юношескими мечтами, неосуществленными до этого времени? Как у вас, по крайней мере, это происходит? На мой взгляд, лучше заниматься тем бизнесом, который, первое, нравится, и что ты умеешь делать, тем и занимайся. Так как я журналистикер с 18, наверное, то у меня, в принципе, тема очень близка. Это одно направление. Ну, и автомобильное тоже, потому что я в свое время тестировал автомобили и писал про них очень много как журналист. Соответственно, после этого добавился автомобильный бизнес по классическим машинам. И издание журнала таким образом просто объединило эти два увлечения и хобби. Ну, то есть, до того, как вы занялись издательским бизнесом, вы были журналистом, да? Ну, я и продолжаю быть журналистом, по большому счету. Ну, по большому счету, да. Кто такой, да? Издатель и главный редактор. Какая разница, где он пишет? Слово «редактор» или там статья? Да-да-да, где он пишет? В чужом издательстве или в собственном? И, да, и в конечном итоге мы говорим о том, что издательский бизнес, да, это, в принципе, вещь достаточно широкая такая, да? Глобальная, а вот то, что за эфиром, да, мне понравилась ваша мысль, озвученная следующим образом, что, ну, в принципе, что такое, да, издавать журнал? Журнал – это обложка и количество страничек. Ну, а потом все-таки, да, в зависимости от того, что на обложке и что на этих страничках уже получается. Либо это удачно, либо это не очень, либо это пользуется популярностью, либо нет. То есть вот некий маркетинг и анализ не проводился, я так понимаю, потому что, еще раз говорю, как я понял, да, вы были изначально настроены на издательский бизнес, потому что долгое время в этом бизнесе, условно говоря, существовали. И потом есть некое хобби, да, связанное с автомобилем. Да, безусловно. И отсюда идея родилась. На самом деле, когда, так сказать, эта идея уже каким-то образом осизали вы, да, были какие-то проблемы, ну, риски, точнее, как говорят, в этом случае возникали с точки зрения того, что вы не найдете нишу на рынке, ведь наверняка похожие издания существовали уже, да, и, может быть, существуют сейчас. Ну, риски возникают, как бы, открыть журнал-то большого манина, да, вот, печатать его дальше успешно много лет – это уже другой вопрос. Поэтому, на мой взгляд, выход этого журнала и пример, наверное, конкретно этого можно рассматривать не как, там, глобальный издательский бизнес, потому что в России существуют огромные издательские дома, у которых масса номинований, которые тоже работают по франшизе. Это просто один такой маленький скромный пример, как в нынешних условиях в России, скажем, начать издавать журнал, потому что очень сложный сейчас рынок, он, скажем, прямо падающий в связи с тем, что в СМИ запретили рекламу в печатном СМИ алкоголя. Огромные бюджеты рекламные ушли оттуда, это одна проблема. Второй момент – реклама уходит в интернет, поэтому все чаще издания переходят в цифровые какие-то носители, да, и печататься сложно. И третий я бы выделил, очень сложно продавать журнал, потому что напечатать можно, если вы обратили внимание, очень много журналов лежит бесплатно, потому что, чтобы продавать, я не знаю, для тех, кто в теме, это не секрет, но ни одно издание, в принципе, не живет с продаж, ну, за исключением каких-то очень-очень массовых и недорогих. То есть любое издание, в данном случае, живет с рекламой? Безусловно, а так как реклама все меньше и меньше, соответственно, и изданий тоже может быть все меньше и меньше, поэтому вводить какой-то новый на рынок, на мой взгляд, нужно быть либо очень большим энтузиастом, ну, наверное, как я, да. Вот я хотел сразу, да, либо быть энтузиастом, либо... Да, либо понимать, что ты занимаешь ту нишу, которая не занята еще, и, на мой взгляд, ниша классических автомобилей не занята, потому что, когда за границей смотришь на минование журналов, которые продаются в тех же аэропортах, то там по авиации несколько журналов, по классическим машинам, по ултаймерам несколько изданий, да, там, по конному спорту и так далее. В России пока этого нет, и ниша классических машин была недавно, была попытка сделать издание, но не франшиза на российской почве, до этого тоже, но все они достаточно, как бы, печально заканчивались обычно, потому что контент, который в России нужно делать, создавать статьи, фотографии и так далее, крайне сложно. Это не только дорого, но и, ну, как бы, это везде дорого, это понятно, но качественно, имея в виду. С учетом уровня нашей российской журналистики, тоже печально, да, то это сложно, но еще и просто рынка этого нет, классических машин, то есть за границей огромное количество фирм, которые продают машины, ремонтируют, обслуживают. То есть есть о чем писать просто за границей? Есть о чем писать, есть о чем брать, есть о чем кататься и так далее. Есть когда кататься. В России вот это мимолетное лето, 3-5 дней, надо успеть. Завел, да, газанул, и уже зима началась. Да, совершенно верно, в этом тоже проблема. Ну, вот даже анализируя все, что вы сейчас сказали, у меня мысль такая появилась, что, в принципе, нерентабельное занятие затеяли вот этот журнал. Мало того, что это с точки зрения издательского бизнеса нерентабельно, ну, по названным причинам, и заканчивая тем, что это и не востребовано с точки зрения того, что у нас нет профессионального контента. Да, я так понимаю, что у нас нет просто людей, которые, да, очень хотели бы этот журнал полистать. Ну, за исключением, может быть, минимум. На самом деле, вот тут я не соглашусь полистать, посмотреть, всем интересно, потому что даже если посмотрите, ну, анализирую, посмотрю статистику запроса на моем сайте, на котором по алтаймерам, то люди, какие машины они вбивают, они смотрят машины, которые появились в фильмах, там, не знаю, «Форсаж», не знаю, «Бригада», там, «Ламборгини», да, не знаю, какие-то старинные машины, которые они видели в детстве в фильмах. И люди увлечены, именно им нравится какой-то образ классических машин. И этого нет, то есть люди готовы покупать, потому что все автомобильные журналы, они пишут о современных машинах. И, в принципе, контент дублируется зачастую, вопрос просто подачи. А здесь как раз нет, то есть люди интересуются классическим машинам. То есть «Форд Мустанг» любят, ну, в большом счете, все, да, им нравятся. «Форд Мустанг» — это классик, даже не классика, это уже банально, это легенда, наверное, вот так, да? Да, совершенно верно, вот об этом мы и пишем, да, и эта информация же не устаревает, вы можете купить копируемый номер, второй, третий, четвертый, и можете полистать годовую давности, то есть это тот журнал, который... И он будет актуален? Он будет актуален, да, конечно, поэтому этот журнал, собственно, за границу, он является коллекционным, его собирают, никто не выбрасывает. И в России все коллекционеры, которые покупают английскую версию, они очень довольны, что есть версия на русском, потому что не все владеют английским. Тем более, что мы в одно издание включаем, в один журнал, в одном номере два английских и плюс архив, собственно, что хорошо. Плюс в том, что, действительно, в России самому делать это сложно без зарубежного, без франшизы, а когда у тебя есть доступ к замечательным английским материалам мировым, там есть что-то черпать, там просто сейчас проблема не в том, что... Обычно проблема журнала, о чем вы написать, да, и чем вы тут перекрыться, потому что слетел материал, и по сессии не получилось, реклама не... Ну, да, как всегда, да, чем заполнить, чем заполнить. А здесь, наоборот, мне приходится просто выбирать материалы, которые мне нравятся, там, да, и которые рынком будет востребованы. И это очень приятно, на самом деле. И главное, что есть, что выбирать. Конечно, да, конечно. А рентабельно, нерентабельно, вопрос, сколько тратишь, сколько зарабатываешь, это все очень индивидуально. Поэтому этот вопрос просто построения бизнеса. Любой бизнес может быть рентабельный, нерентабельный. Потому что рентабельный бизнес во всем мире, он, ну, кто нерентабельный, тот закрывается. Вот и все. Ну, это действительно так, да, тут с этим не поспоришь. Но изначально вот я опять выхожу на разговор о том, что такое издательский бизнес, да, в России. Вот начинаем с того, что ходят рекламодатели. Ну, по определению уже, да, на чем я буду зарабатывать. Потом, ну, стало, может быть, слово не совсем правильное, не модно стало, да, листать, а модно стало в интернете находить, все то же самое. А затраты, естественно, да, на печать, на бумагу, ну, и так далее, и тому подобное. Все. Смысл тогда в этом журнале тут, об этом речь. Смысл изданий и зарабатывания денег, вы имеете в виду? Вы знаете, есть, просто есть, действительно, нишевые издания, которые, в которых рекламируются, собственно, те фирмы, которые занимаются этим, да. Да, это издание, оно занимает нишу, так не знаю, не люблю это слово, там, лакшери, да, но в России это есть, потому что это дорогие достаточно машины, и это тянет и недвижку, и часы, да, и какие-то такие дорогие вещи. Ну, все вместе, да, до кучи, до кучи. Да, 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 поэтому, потому что... Някий стиль жизни, да, сразу предлагается. Да, это стало модным, потому что среди мужчин и женщин, потому что, если вы посмотрите, вот сейчас начало апреля, сейчас снег стает и начнут ездить на классических машинах, и все больше, не только ралли организуется, но просто люди выезжают прокатиться в субботу на классической машине, и все почему-то думают, что это безумно дорого, хотя сейчас цены достаточно, не то чтобы сильно падают, но, ну, имеется в виду, что можно найти машины, которые недорогие, поэтому это становится модным. И рекламодатели понимают, что те, кто покупает классические машины, интересуются и коллекционируют, это уровень достаток выше среднего, поэтому реклама есть, безусловно. Вот когда нефть в России не будет столько стоить, вот тогда многие журналы закончатся. Да. Ну, я, извините, нервно засмеялся, потому что следующий как раз мой эфир, да, после бизнес-класса посвящен проблемам в финансовых рынках, и в частности, естественно, мы всегда говорим о рынке российском, о экономике России, которая напрямую связана с ценами на нефть. Видите, вот даже мы не дождались еще времени, да, нужного эфира, а уже вспомнили о ценах, которые, кстати, падают, да, которые падают вот сейчас в моменте, уже бренд к 100 долларам стремится. Ну, и даже, да, я так понимаю, что вот человек, ну, хотя, с другой стороны, бизнес есть бизнес, да, и мы понимаем, что бизнес – это деньги, а деньги – это вот то, что мы только что назвали. Ну, хорошо, значит, в деталях мы сейчас поговорим об этом бизнесе чуть позже, сейчас новости на Финам.ФМ, продолжим. Ну, что ж, друзья, продолжим наш сегодняшний эфир. Мы сегодня обсуждаем издательский бизнес, как он строится, ну, и, может быть, есть какие-то нюансы, связанные с тем, что этот бизнес в России, в частности, вот мой сегодняшний гость – это Глеб Рачко, главный редактор журнала, ну, и он же издатель журнала «Классик энд Спортскар». Вот он как раз и рассказывает о том, что по разным причинам это может быть, да, и не очень, и не очень. Ну, или давайте так, я построю фразу, что нынешние времена, может, не очень благодарны для того, чтобы затевать, в частности, и издательский, да и любой другой бизнес. Нефть, вон оно как падает в цене. Глеб, ну, в общем, вопрос у меня следующий, продолжение разговора. Как технологически выглядит этот самый бизнес? Ну, начиная прямо с идеи, откуда она пришла, эта идея. Ну, в вашем случае понятно, да, идея долго уже в подсознании, да, теплилась. А у кого-то, может быть, какой-то другой пример. На мой взгляд, журнал, ну, как средство массовой информации в России, конечно, это важная составляющая, но зачастую это игрушка, приложение к бизнесу и пиар. То есть очень многие издают журнал как просто раскрутка своего бизнеса, да. Не скрою, занимаясь консалтингом по классическим машинам, естественно, для меня журнал — это неплохая раскрутка, но журнал в России, чтобы запустить, ну, как бы два, либо сам делаешь бренд, раскручиваешь, либо покупаешь франшизу и делаешь это в России. Я пошел по второму пути, так просто сложилось. И, на мой взгляд, ну, это гораздо проще, существенно проще, да, но и дороже. Если говорить о деньгах, да, то, естественно, это на каждый номер добавляет, там, вам несколько сотен тысяч рублей за каждый номер. То есть, ну, это, в принципе, нивелируются деньги на изготовление контента. И плюс бренд, который уже раскручен за границей. Но могу сказать для примера, что стоимость рекламы в этом же издании за границей в четыре раза меньше, чем в России стоимость рекламы, которая позволяет жить. То есть, в России фирмы, которые дают рекламу в этом издании, например, их подобных, они просто по российским ценам просто за смешные деньги покупают. Просто по российским ценам. По российским ценам, да, то есть, они не понимают, как можно рекламу за такие деньги покупать у нас, как у нас покупают фирмы и, собственно, журналы продают. Поэтому это тоже нужно очень учиться. То есть, здесь мы говорим о некой особенности, да, российской действительности. Особенность. Да, особенность есть. То есть, в этом сегменте пока что еще есть деньги, скажем так. И, ну, не секрет, что Москва занимает первое место по количеству миллиардеров во всем мире. И все, собственно, связанные с этим вещи, как бы это себе знать. Поэтому пока, как бы, люди играют в игрушки, покупают себе это, могут себе позволить. Это есть. Но я очень надеюсь, что этот сегмент, он будет уходить в средний класс, потому что люди просто могут себе позволить такие игрушки, не тратя миллионы. Ну вот, да, опять мы возвращаемся к тому, что игрушка игрушки рознь. И чтобы подобные издания, да, пользуются популярностью среди среднего класса, он должен понимать, что я просто купил этот журнал не для того, чтобы где-то так вот ненароком полистать его, чтобы посмотрели, смотри, ой, какой дядька-то крутой, он какие журналы-то смотришь. А просто для того, чтобы действительно это мне интересно, я могу себе позволить это. Но там же дорогие игрушки. Не все, не все. Вот сейчас готовим следующий номер, там идет речь, как купить Мессершмитт. Стоит дешево, смотрится прикольно. В России есть люди, которые ездят на них. Интересно. Нет, есть очень доступные, на самом деле, по цене автомобили. Просто мы не зацикливаемся на Bugatti и Bentley, на классических. То есть есть, конечно, машины, которые стоят, самая дорогая, это, по-моему, Ferrari 250 GTO, там она под 40 миллионов стоит. Но, ну, долларов, естественно. Есть такие машины, но это другой аспект. То есть мы пишем и о тех, и о других. Это уже, можно сказать, штучные товарники, да? Конечно, конечно. Вообще в России тема ретро, она же с советских машин начинается обычно. И что касается и людей, и коллекционеров, не секрет, что и глава государства у нас любит кататься на советских машинах. И этот тренд в политике, среди политиков, он вообще очень популярен. А, скажем так, это тихие коллекции, да? Но, тем не менее, люди этим увлечены действительно. И это действительно интересные культурные люди, которые знают историю, понимают с ними, ну, значит, очень приятно общаться. Поэтому и пишем мы для, скажем так, для широкой общественности достаточно простым языком, не уходя в какие-то технические дебри, это не очень интересно. Мы пишем доступно и, скажем так, ну, в каком-то степени популяризируем, скажем так, классические машины. А возвращаясь к вашему вопросу по поводу запуска журнала, да, в России, насколько это там выгодно, невыгодно, ну, это очень сложный вопрос. То есть, да, как бы на грани. Ну, неоднозначный, по крайней мере. Я понимаю, я правильно сделал вывод, что если в целом, да, посмотреть о рынке издательском, ну, в России или где угодно, то есть некие глобальные игроки, крупные, да, издательские дома, которые действительно зарабатывают этим деньги себе. А множество мелких игроков, это вот, да, то, что предложили вы как раз эту фразу, это все-таки побочный бизнес для них, да, помогающий, я не знаю, там, продвигать основной. Да, зачастую так и есть. Это так, да, в основном? Да. Ну, иногда они выходят, почему? Они выходят, становятся прибыльными и федеральными изданиями, почему нет. И расширяются, да, и расширяются. Расширяются, да. Вопрос очень зависит от качества контента зачастую. То есть, хоть я и сказал, что с продаж никто не живет, но по качеству издания сразу видно продажи. Если он падает, там, смена редакции, еще что-то, продажи падают мгновенно. Это видно прямо, вот, прям цифры буквально через месяц, все понятно. У нас очень разборчивые, на самом деле, читатели. У нас Россия не зря самая читающая нация. Но она до сих пор, вы считаете, еще самая читающая? Да, она читающая. Или она уже самые листающие журналы, или самые активно использующиеся айпэды, может быть? Ну, любое глянется, вы же понимаете. Начинается с картинок, понравилась картинка, понравился заголовок, начал читать. И дальше листаешь рекламу, потому что у нас по закону в журнале может быть 40% рекламы. А если мы еще вспомним, так называемую джинсу и скрытую рекламу, то ты начинаешь некоторые журналы читать и понимаешь, что читать особо нечего. Все об одном. Все об одном, да. И зачастую, собственно, там, фразы читать в журнале нечего я слышу там много-много лет. То есть, поэтому контент очень важен, и когда есть что почитать, и когда читатель понимает, что ты с ним общаешь как бы не свысока, а наоборот, нанося до него каким-то простым языком какие-то интересные вещи. Ну, вот говоря о вашем конкретном издании, вы говорите, что вы по франшизе, да, это издание было открыто по франшизе. Это значит, что и, ну, большинство, может быть, и, может быть, все статьи, которые в журнале появляются, это просто переводные вещи. Да, это большая часть переводные, адаптированные, безусловно, материалы. Адаптация заключает, ну, помимо перевода, да, то есть мы выбираем те машины, которые, скажем, востребованы на рынке. То есть мы, скажем, пишем о тех марках, там, о моделях, которые действительно известны в России или неизвестны, но интересны. На рынке, на российском именно рынке. В том числе, да, потому что у нас очень, на самом деле, культурный и воспитанный народ, и те, кто в теме, они многое знают, на самом деле. И зачастую они могут научить даже тех журналистов, которые пишут про автомобили. Я это прекрасно понимаю, поэтому очень там ревно относимся к контенту. Вопрос перевода, вопрос написания статьи, он же тоже достаточно проблемный, потому что найти специалистов, которые это сделают на хорошем уровне, крайне сложно. Переведут, имеется в виду, да? Переведут, адаптируют. Ну, в данном случае, да, ведь перевод, это не просто, да, с английского языка перевел буквально на русский, и вот она статья. Конечно, потому что... Должно понимать. Да, тот же английский юмор, все же какие-то обороты, там, очень нужно тонко подходить к этому, чтобы человек понимал, о чем идет речь, потому что, если там вот какие-то там названы люди, которые там у нас неизвестны, да, то есть, ну, это интересно. Плюс объем, ведь, когда статья написана на английском и на русском, совершенно разный объем текста, то есть, русские гораздо длиннее получаются, да, поэтому это тоже нужно учитывать, переверстывать, переделывать, ну, вот как-то это, ну, это интересно достаточно. Ну, в связи с этим, штарт сотрудников все-таки увеличивается, получается, да, нужны еще переводчики. Безусловно, конечно, увеличивается, да. Есть, ну, переводчики, редакторы, технические редакторы и так далее. Вот, тут вопрос, на самом деле, КПД каждого сотрудника, да, потому что, если полистать, открыть любые журналы, посмотреть количество сотрудников в нем, то, думаешь, чего себе. Да, вот ребята живут, да, имеют возможность такой штат держать, да. Конечно, если увидели, там, умножить на среднюю зарплату по Москве, да, это получается достаточно много. Но если, в принципе, копнуть чуть глубже, то многие, собственно, должности, что-то дублируются, да, но есть вещи, просто у нас, как в той фразе есть, только в России говорят, ну, что делаю, да, я ничего не делаю, на работе сижу. Когда вот это начинается, это начинается проблема. Когда, скажем, бизнес небольшой, и, как бы, владелец сам контролирует все это, да, и, как бы, ну, сам многое делает, да, естественно, это уменьшает и косты, и зачастую улучшает качество, более гибким начинаем использовать. А вообще, возможно, вот человек, ну, в журналистике, который работает и непосредственно, да, занимается, вот, выпуском журнала, вот, в буквальном смысле, он может сидеть на работе, и что ты делаешь, да, и ничего не делаешь? Нет, такого не получается. Мне кажется, тоже, да, у него, как бы, задачи есть всегда конкретные, ну, понятно, что он, может быть, эту задачу решает не сейчас данный конкретный момент, да, там, через пять минут после того, как чайку попьет, но в том плане, что все время работа-то есть. Ну, вот, эта работа, она очень напоминает жизнь студентов, на самом деле, потому что, когда номер сдали, все, о, как хорошо, отлично, можно полмесяца ничего не делать, а потом резко приходит сессия, и тут вот за две недели все начинают напоминать, что ничего не написано. Так выглядит, да, внутренняя кухня редакции? Это всегда так было и есть, мне кажется, и будет, потому что это творческие люди всегда, и требовать от них, там, армейскую дисциплину. Совершенно, с десяти до семи сиди и пиши, да, ну, если вдохновение, это дело такое. Свободный график, это командировки, это творческий полет мысли, поэтому здесь очень сложно, на самом деле, совместить, чтобы это было вовремя, четко и без ошибок. Это вопрос менеджмента, который, в принципе, в России, я думаю, что страдает не только, наверное, в излевском бизнесе, но и во многих. То есть найти каких-то толковых людей адекватных, которые будут работать, какие-то адекватные деньги качественно, проблемно. Поэтому команда, на мой взгляд, это вообще основа любого бизнеса и основа успеха. Я рад, что в нашем журнале очень приятные люди, с которыми можно работать, можно положиться на настоящий... Они, кстати, как в команде оказались? Они оказались случайно по объявлению, по рекомендации, или вы, может, с ними со многими или с какой-то частью, давно знакомы? Это люди, с которыми, скажем так, давно знаком, пересекался по другим изданиям, вот, причем могу открыть небольшой секрет, у нас многие, скажем так, люди, которые работают, они параллельно работают в других изданиях, очень известных и крупных. Но это нормально, как минимум, вам это не мешает? Мне это абсолютно не мешает, как бы тут человек должен реализоваться, где ему интересно. Вот, просто вопрос условий и интерес. Если человеку интересна работа, то он не будет задать вопрос, сколько денег. Он сначала интересно, неинтересно, да, а потом знает, что его никогда не обидит, будет работать. Поэтому я просто склонен работать с теми людьми, которые действительно профессионалы в своей области, да, человек может разбираться, скажем, в какой-то области, но он суперпрофессионал. Не нужно требовать от него исполнения всего остального. Пускай делает то, что умеет делать. Поэтому у нас очень удачная команда, в этом смысле. Да, это здорово, но вот, тем не менее, фраза, что он про деньги не будет спрашивать, она немножко меня... Нет, так и есть, на самом деле, потому что, если, опять же, повторюсь, это все-таки творчество зачастую. Поэтому это, как сказать, творчество и бизнес в данном случае пересекаются, да, вроде. Ну, то есть реализация, сам реализация, да, на первом месте у этих людей стоит. Конечно. А на втором стоит уже непосредственно цифра, да, цифра гонорара, что-то величина. Опять же, не нефтяной бизнес, другие деньги совсем. Еще раз прервемся, послушаем новости. Итак, друзья, продолжаем наш эфир. Я еще раз напомню на всякий случай, уважаемые слушатели. Телефон студии 6510-99,6, код Москвы 495, сайт компании finam.fm. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы моему сегодняшнему гостю. В гостях Глеб Рачко, главный редактор и издатель журнала Classic & Sports Car. Мы говорим о издательском бизнесе, как он строится, как он выглядит, насколько он интересен. Ну, он интересен, надо главное любить просто, да, то, что ты там занимаешься. Безусловно, любой бизнес будет интересен. Ну, и, собственно, еще одно напоминание, это бизнес-класс на Finam.fm, об этом вы прекрасно помните. Итак, Глеб, вот очень важный, на мой взгляд, всегда важный, да, с кем бы мы в этой студии не встречались, но это вопрос номер один, вопрос кадров. Очень хорошо, действительно, когда тебе по жизни сопутствуют, там, с тобой идут плечо, рука в руку, да, плечо в плечо. Люди, которые ты знаешь, которые с профессиональной точки зрения, да, тобой уважаемы и которыми вот что-то связывают. Ну, иногда, иногда все-таки, да, ситуация выглядит так, что вот мне необходимы профессионалы. Профессионалы. Будь это профессиональные журналисты, будь это профессиональные садовники, будь это любые другие профессионалы. И я обращаюсь, ну, либо в кадры агентства, либо на забор вешаю объявлений. И вот насколько тяжело найти настоящего профессионала таким образом? На самом деле тяжело. У меня был случай много лет назад, когда я, будучи главным редактором одного Петербургского издания, пытался найти журналистов. Я просто дал объявление в интернет. В день приходило, там, каждый день, там, до 20 резюме. Безумное количество людей, которые... Без работы. Которые думают, что они журналисты. Потому что, вы знаете, такая фраза, что в России считают, что политикой и журналистикой могут заниматься, в принципе, любыми. До угода, да. В общем, вообще-то, ну, я там взял, написал, что-нибудь с трибуны сказал. Ну, я, если позволите, я, может быть, первый пункт оставил бы в этой фразе. Согласился бы с ним. Ну, конечно, журналистика, это профессия. Это профессия, ей нужно владеть. Потому что я не говорю, что нужно владеть просто, да, мастерством, так сказать, написания, написания, грамотность элементарной. Мы же видим подчас, да, абсолютно какие-то сумасшедшие вещи. Ну, и заканчивая высшим пилотажем, слогом, так называемым. Ну, на мой взгляд, все-таки талант, он в данном случае первостепенен. Потому что есть журналисты, которые, можно написать небрежно, там, есть корректор, который поправит, есть редактор, который это редактирует, да. Но что-то в этих текстах, там, в этой подаче что-то есть в человеке, да. Тоже нужно учитывать, потому что без этого, как бы, журналистика не может быть. То есть журналист, в конце концов, это не человек, который умеет грамотно писать, да, и все знаки припинания, а это вот что-то внутри еще, да, какое-то... Вообще важно, чтобы человеку было что сказать, на самом деле. Потому что, ну, на самом деле, ну, писать про машинки, это не Достоевский, по большому счету. Там, четыре колеса, рули, мотор, и вопрос просто, нужно правильный объем мотора написать. То есть это сравнить, да, это колесо, у этого такое, у этого сикое. Да, с одной стороны, правильно. Но здесь, опять же, мы возвращаемся к тому, что реально профессионалов в этой сфере, их не так и много. То есть, как ни странно, всегда требуется хорошего журналиста, и, как ни странно, всегда масса безработных. Потому что люди думают, что они умеют писать, думают, что им это нравится, их призвание. А по факту получается, как в сочинении, мы пришли домой усталые, но счастливые. То есть уровень, к сожалению, зачастую оставляет желать лучшего. И плюс нужно к этому добавить, кроме там таланта и призвания, нужно еще добавить усидчивость и, грубо говоря, порядочность. Потому что в этом тоже проблема, потому что отношение в России к, скажем так, к своему труду, к чужому труду, оно очень такое, очень сложно. Плюс авторское право. То есть у нас, по большому счету, ну, воруют, что там оговорить, да? И порядочность в этом смысле тоже очень важна. То есть даже использование там иллюстрации, текста и так далее. То есть это всегда чей-то труд, это чья-то собственность. И в России тоже с этим есть. Есть проблемы, да. Ну вот, говоря о лакмусовых бумажках, что называется, да можно протестировать человека на профпригодность. Ну, дать ему там, я не знаю, в качестве задания какой-то текст озвучить, там, сочинить, посмотреть на стилистику. Ну, в конце концов, например. А вот как его проверить с точки зрения порядочности? И найти его потом в интернете, кусочки текста, которые он уже где-то взял. Ну, то есть это, потому что на самом деле, чтобы создать какой-то продукт, ну, например, мы в одном номере писали о том, как хранить машину. Достаточно сложно, журналисту нужно было связаться с зарубежными какими-то фирмами, которые занимаются, с российскими, какие-то посчитать цены, узнать, связаться. Это достаточно сложно, это нужно сидеть и работать, обзванивать, писать, анализировать. Работать лень. Да, анализ и синтез, да. Работать лень, конечно же, можно что-то придумать, можно что-то приврать, можно сделать вид, что-то. Там где-то взял, где-то кого-то. И вот поэтому получается, что уровень журналистики, он не очень, к сожалению, высокий. Безусловно, есть специалисты, суперпрофессионалы, которых там можно учиться всю жизнь. Но их единицы, действительно. А дальше просто этот профессор стал модным, модно, и все пошли на журфак, потому что это уже круто, журналист. А по факту это не журналисты. Мало кто знает, это же денег очень мало приносит, там смешные, действительно, зарплаты, гонорары. Это тяжелая работа. То есть, постоянно, если там командировки и тесты, да, то есть, дом очень редко бывает, журналист куда-то ездит, тестирует. А, кстати, студенты пошли на журфак. Вот у них, я, как правило, ну, не как правило, да, я часто сталкиваюсь с тем, что молодой человек мотивирован, ну, пресловутой модой на ту или иную профессию. Ну, мода это такое вещь, руками не потрогаешь. А на втором месте уровень зарплаты. Вот в какой-то момент, когда пошли, да, студенты на журфак, они действительно считали, что можно хорошо зарабатывать. Ну, я не знаю, где они прочитали, на самом деле, не знаю, там, ну, деньги и слава сюда движут людьми. Да, да, да. Ну, слава, да, может быть. Вот, правда, со знаком плюс или минус, неизвестно. Вот, а вот что касается денег, если ты не занимаешь какую-то должность достаточно высокого редактора в каком-то интересном крупном издании федерального уровня. То есть, просто журналист, если ты, да, и гонорары получаешь, это небольшое. Да, и хорошо, если тебе не отправят писать материал об открытии свинофермы в Тверскую область, потому что бывает и такое. Сейчас ли кто-то пишет именно о том, что ему нравится, сам выбирает темы и так далее. Я понял. Значит, вернемся, да, к технологии, собственно, да, этого самого издательского бизнеса. Значит, изначально идея, да, либо идея заимствуется, да, по франшизе, либо она создается самостоятельно. Самостоятельно, ну и понятно опять, да, с одной стороны, в первом случае, да, не надо мучиться по поводу идей, но надо, тем не менее, какие-то вложения иметь сразу, да, чтобы чужой идеей воспользоваться. Во втором случае, да, это может обойтись дешевле гораздо, но нужны какие-то мысли. Мысли в любом случае нужны, потому что в России все-таки есть специфика в этом бизнесе. И мы тоже, у нас не полностью переводной журнал, да, то есть, естественно, мы делаем материалы свои, российские, пишем о том, что здесь интересно. Опять же, это новости какие-то, какие-то тесты машины мы делаем, безусловно. Что касается франшизы, да, с одной стороны, это дорого, да, с другой стороны, это удобно. Это проще, да, проще. Это проще, да, бренд уже есть, опять же, дизайн уже есть, да, какие-то моменты. А дальше возникает вопрос просто, можно же сверстать журнал правильно, хорошо, напечатать его, да, а может, значит, его плохо и некачественно, неграмотно. От чего это зависит? Опять же, от уровня работы, от припресса, да, от полиграфии. Опять же, мы столкнулись с тем, что если проанализировать цены на типографии в России и за рубежом, там, в Москве, например, да, ну, известная, там, Финляндия, Литва, там, другие цены совсем, а качество выше. Вот, но многие там, кому-то это, не знаю, по каким-то причинам проще подчеркнуть в Москве, в России, да, например. А кто-то не хочет связаться с растаможкой, тиража и так далее. Вот, а тем не менее, это тоже откладывает отпечаток, потому что цены могут быть в два раза больше на то же самое, на тот же тираж, на то же качество, да. Поэтому это тоже нужно анализировать и, как бы, считать деньги в данном случае. Потому что качество журнала, когда человек говорит, приятно взять в руки или неприятно, это тоже важно. Потому что мало того, что человек прочитает статью, если он увидит фотографии плохого качества или еще что-то, да, потом он уже не купит этот журнал, не будет читать. Тоже нельзя забывать об этом. Ну и в конечном итоге, да, мы всегда имеем в виду конечного потребителя какого-то, правильно, да, вот есть срез. Я делаю это для, если отвлечься чуть-чуть, то очень многие гости в этой студии произносят следующую фразу. То есть изначально успех бизнеса строится на том, что я делаю что-то для людей, да, то есть я вот какую-то пользу создаю, пользу, причем, может быть, и даже нематериальную пользу, да, несу, как, да, есть такая фраза, несу высокое, да, добрые, светлые, да, люди. Вот с вашей точки зрения есть смысл на это ориентироваться изначально или просто, что называется, считать деньги, просто банально считать деньги? Потратил, заработал. Ну, на некленку я лично не претендую, потому что какой-то адекватность имеет все-таки. Это всего лишь журнал, это всего лишь журнал о машинах и так далее. Поэтому здесь, на самом деле, да, конечно, что-то, скажем, уровень культуры, да, можно поднять СМИ, и нужно это делать, безусловно, вот, потому что я там принципиально бы не стал работать в желтой прессе, да, это неинтересно, да, и то есть... Ну, то есть вот она, вот она, вот она, задача-то, я бы сказал, идеологическая, она обретает уже какие-то... То есть смотри, да, сами же вы говорите, в желтую прессу я не пошел. Ну, почему? Потому что там, на мой взгляд, да, субъективно, но тем не менее, на мой взгляд, вот уровень, общий уровень, и подача материала, и обсуждаемых тем, наверное, да, и... Ну, просто они аморально могут быть, да, то есть... Совершенно верно. Все, вот, пожалуйста, значит, у меня иная миссия. Я, ради бога, я как хочу могу... Миссия-то громко, я не слава. Вот, я как хочу могу, могу с пафосом сказать мне. Кстати, очень часто сейчас, да, зайдите на любой сайт какой-нибудь большой корпорации, особенно забугорные, у них есть, прежде всего, миссия. Мы, значит, вот нужны этой планете, потому что... Ну, и так далее. Нет, ну, можно, конечно, по этому поводу пошутить, но, с другой стороны, вот идеология. Я туда не пойду, я считаю ниже себе это достоинство. А где моя, в чем моя достоинство? Тогда я уже ориентирован на какое-то, да, конкретное, я ставлю себе задачи, что я буду делать так, 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 и, в любом случае, ориентируюсь, да, на какую-то группу населения, которая, на мой взгляд, вот, будет, так сказать, достойна моего издания. Ну, это я тоже утрирую. Да, безусловно, нужно знать, для кого ты пишешь, как ты пишешь, кто это будет читать, кому это будет интересно, что это будет неинтересно. Причем желательно это вот физически представлять, да, этих людей, наверное. Да, но мне проще, потому что, собственно, скажем, в этой, скажем так, модное слово тусовки, да, постоянно нахожусь, поэтому я понимаю, кто это читает и чем интересуются эти люди. Вот, ну, еще раз скажу, и мужчины, и женщины, наверное, там, разного возраста, ну, наверное, уже там, около, там, после 35-40, наверное, да. Ну, да, то есть уже ближе к среднему, как называют. Какой-то определенный уровень достатка, насколько мы все это понимаем, да. Вот, к сожалению, это все крутится вокруг Москвы, там, Петербурга, Сочи. Да, к сожалению, потому что, если жизнь за МКАДом, да, ну, только на Рублевке, да, отъехать немножко дальше, и уже там ни Ултаймеры, ни Классик, ни Карстер никому не нужны, к сожалению. Вот, поэтому это все пока здесь. Хотя очень бы хотелось, конечно, чтобы люди... Вот, к сожалению, с какой точки зрения, Глеб, смотрите, я думаю, к сожалению, ну, именно, к сожалению, в адрес того, что настолько вот у нас, да, не, я бы сказал так, не ровно, что ли, да, на всех просторах России, не ровно. И уровень жизни, да, и восприятие действительности, вот, не ровно. Ну, как и дороги, собственно, не ровно. Это с одной точки зрения. Или с точки зрения того, что вот, если бы, если бы, да, это было востребовано за пределами МКАДа, а может быть, даже еще где-то подальше, ну, это бы усилило мои позиции как бизнесменов. Не в плане увеличения тиража, на самом деле, нет, но здесь, на мой взгляд, было бы интересно, чтобы люди как-то развивались в разных направлениях. А когда люди вынуждены там выживать, да, то наши все вот эти вот глянцевые издания, они просто смешные. Ну, они, я прошу прощения, не хочу обидеть, тем не менее, вот, за пределами МКАД подобные глянцевые журналы выглядят аморально, на мой взгляд. На мой взгляд, конечно, конечно. Это не смущает? Ну, как смущает? Что-то мы можем исправить, что-то мы не можем исправить. В том плане, что да, мы же не можем быть всем, да, одинаково хороши. Да, это ремесло, это на потребу публики, как бы, даже скрывать не стоит, как бы, ну, это многие бизнесы, не только это. Ну, хорошо, немножко мы, да, затронули тонкую тему такую, в любом случае, мы не способны, видимо, в моменте ее решить, да. Риторическая. Это риторический вопрос был, да, и мы на него ответили паузой. Ну, а сейчас паузы не будет, а точнее будет она, и мы заполним ее новостями на Финам.ФМ, а потом продолжим наш месяц. Ну, что ж, друзья, последняя часть эфира, давайте продолжим. Мы говорим сегодня об издательском бизнесе. И в гостях у меня Глеб Рачко, главный редактор и издатель журнала Classic & Sports Car. Всегда интересно, ну, с точки зрения взгляда, да, конкретного персонажа, ну, конкретного гостя, вас, в частности, Глеб, и вообще с точки зрения неких, может быть, объективных предпосылок, насколько перспективен этот бизнес сейчас в России на среднюю и, может быть, долгосрочную перспективу. Как вы думаете? Ну, глобальный издательский бизнес, он всегда будет, и никуда он не денется, не уйдет он целиком в интернет, это все останется. Поэтому, на мой взгляд, он всегда будет перспективен, пока люди не перестанут читать и пока информация не уйдет в какие-то носители. Ну, а вот, кстати, сейчас, да, про онлайн заговорили. Нет такого риска, что действительно через какое-то, может быть, даже непродолжительное время все печатные носители уйдут исключительно в интернет. И тогда печатать будет просто нечего и незачем. Я не думаю, те, кто ежедневные, наверное, издания, там, еженедельные, действительно, не уходят в интернет, это понятно, потому что действительно очень сложно, опять же, продавать, печатные версии дорого, тем более просто объективно по скорости подачи, по появлению онлайн информации. А в нашем сегменте, например, такой проблемы вообще никакой не вижу, потому что информация не устаревает, наоборот, она становится интереснее, поэтому печатная версия. К тому же, всегда есть понятие информационно богатый человек, информационно бедный человек. Информационно богатый, читается листа, все распечатанное, то есть, ну, это факт. Поэтому журналы, они всегда останутся полистать, посмотреть, я думаю, что будет. Тем более, какая информация не устаревает, то есть, такие издания, их у него не выбрасывают. Те, кто есть почитать, они остаются. А те, кто действительно в мусорный ящик, они, наверное, в идут в интернет. Ну, плюс нельзя зацикливаться на этом, то есть, мы сейчас разрабатываем iPad-версию, она будет дополнять, и она будет бесплатна. То есть, будет одновременно, условно говоря, да, и физическое издание, и оффлайновое, и онлайновое издание. Да, онлайновое. Причем, надо сказать, что английское, главной, собственно, журнал английский, он не выкладывает на сайте, там, архив журнала. Не выкладывает. Хотя, на мой взгляд, это, ну, на мой взгляд, это ошибка, потому что всегда, там, журнал уже вышел, да, то есть, найти архив, потому что, ну, подшивку иметь не все себе могут позволить. Ну, а логика его, вот этого головного издательства, она какая? Покупайте журнал, да, я в онлайн ничего вам не положу, покупайте журнал. Понять логика к англичану вообще крайне сложно, за счет, сколько лет с ними работаю, ну, по разным проектам, вот, на самом деле, очень интересные, сложные люди. Сложные, да? Да. Ну, даже если это были не англичане, вот, и тем не менее, да, вот, с таким... С таким фактом мы столкнулись, есть версия уже, да, уже в архиве, а в онлайне ее нет. А просто можно купить старый номерал. Конечно, да. То есть, вот, говорят именно об этом. Да. Конечно, просто было бы бесплатно зайти и скачать, а вы идите и купите. Ну, совершенно верно. Ну, это же просто потому, что, действительно, информация же не устарела, год назад прошел машина. Увеличивается продажа, опять-таки, увеличивается продажа. Да. Кстати, я подумал о том, что, вот, подобные, да, издания, ну, которые, помимо информационной составляющей, еще и эстетической составляющей имеют, да, там, красивые картинки, да, там, ну, хорошая бумага, наверное, глянцевая и так далее и тому подобное. В этом случае, да, ну, вот, к разговору о том, что в оффлайне сохранятся все, да, в этом случае, да, полистать журнальчик, оно приятно, чем просто покликать мышкой. Конечно, приятно, и плюс, открыв журнал, там, трехлетней давности, например, можно посмотреть на цены, которые были, плюс у нас все-таки аналитическая составляющая в журнале немаловажна, то есть там печатаются результаты аукционов, продажная цена машин, и те, кто в этой теме, они анализируют и смотрят, потому что, когда на аукционах продаются классические машины, люди всегда записывают в каталог. Я подчеркну, это же ведь штучный товар, штучный. Безусловно, да, безусловно. Они записывают, да, цену машины пишут, и потом эти каталоги сохраняются, потом возвращаются, анализируют цены. Поэтому в данном случае аналитика, что это же все-таки за границей, это огромный бизнес классические машины, и у нас тоже растет, поэтому аналитика, она тоже сохраняется, и в печатной версии, в электронной. Покупайте печатных, она у вас будет. Мне кажется, англичане так и поступают, но, на мой взгляд, я бы на этом не зацикливался, то есть, безусловно, не все будет в интернете, да. Но iPad-версия, она будет бесплатная, да будет все. Нам не жалко. Ну, это нормально, да, собственно, жалеть-то нечего особенно. Мы еще раз вернемся к бизнесу. Я напомню, ну, с ваших слов, по крайней мере, что в подавляющее большинство случаев, да, успешные издания, издательства, издания успешные, они зарабатывают все-таки на рекламных носителях. А самоокупаясь, так называемые, ну, вот тоже, чтобы деньги приносили от продаж, это видно редко. А вот, затеяв новые издания, да, через какое время можно уже зарабатывать, начать зарабатывать? Не отбивать вложенные инвестиции, вот, а уже, так сказать, прибыль какую-то почувствовать? Через какое время? Очень сильно зависит от формата, если это газеты, это журналы, там очень много нюансов, на самом деле. Ну, мы говорим вот все-таки о мусской сегменте сейчас, ну, тематические вот такие вот журналы, по примеру вашего. Ну, я где-то читал статистику, что когда вышел крупнейший российский женский журнал, не будем его называть, он отбивался с второго номера уже. Но тогда он вышел на пустую нишу, не был женский журнал. Да, это наверняка там, как-нибудь, 90-е годы, да? Ну, это, наверное, нулевые годы, мне так кажется, нулевые годы, да, вот он появился и все. Он был один. Конечно, а в данном случае мы, например, тоже одни, смотрим, что получится. Вот, я очень, как бы, оптимистично смотрю, на самом деле. Вот, и плюс, опять же, сколько денег вкладываешь, сколько денег зарабатываешь, то все очень, как бы, относительно. Конечно. Ну, а в разговоре о нишах, вот, да, вы говорите сейчас, мы одни в этой нише, а кто-то дышит в затылок или на пятки наступает уже? Ну, нет, все же подходят с точки зрения бизнеса сначала, они понимают, что, а как здесь можно заработать? На чем, да? Да, на чем здесь можно заработать, и просто, чтобы заработать, нужно что-то вложить, не только деньги, да, но и души, и профессионализм, а потом уже, как бы, зарабатывать, да? А вообще, ну, в Европе принято, что бизнес, там, начинает переносить доход, там, через, там, несколько лет. У нас ли будет, когда, через полгода, год уже? Быстрее. Ну, у нас, да, есть некая специфика введения любого бизнеса. Кстати, иностранец, я так понимаю, очень часто смотрит на наши просторы, с одной стороны, такие непривлекательные, но, с другой стороны, привлекательные с точки зрения отдачи. Какой-то был по этому поводу анекдот старый, что, да, классический вариант в Европе, там, ты станешь рентабельным через несколько лет, а в России, если придет, с учетом откатов, это может, там, через полгода, тогда мы едем в Россию, ну, там же медведь, там медведи ходят, там холодно, ничего страшного, на этом мы загранили, зато там можно заработать. Так же смотрят, да, иностранцы, примерно? Ну, мне кажется, да, они смотрят немножко так, с юмором, потому что они не очень понимают загадочную русскую душу и смотрят на наших людей, которые покупают там те же машины за границей и думают, что у нас тут каждый второй миллионер, хотя, на самом-то деле, каждый десятый всего лишь. Все гораздо скромнее. Гораздо, да. Все гораздо скромнее. Личные какие планы на ближайшие перспективы? Личные планы. Лично я имею в виду в плане бизнеса, конечно. То есть, помимо того, что вот есть, да, план в онлайн немножко выйти, может быть, есть, там, я не знаю, там, планы диверсифицироваться, помимо ретро-автомобилей добавится еще. Сегодня, кстати, день космонавтики, может быть, есть смысл подумать, да? Гид космонавта выпускать? Нет, я не очень люблю распыляться, на самом деле, нужно, чтобы проект... Лучше будет там их несколько проектов небольших, но они будут качественно переносить какой-то доход и, главное, удовольствие, потому что, на самом деле, я это рассматриваю как удовольствие. Поэтому личные планы делать журнал, получать от этого массу удовольствия, потому что это связано и с всякими мероприятиями, с гонками, с машинами, просто общениями с тем, что доставляет удовольствие. Ну, надеюсь, что читатели тоже чувствуют. Ну, то есть, вот, все-таки, да, я повторю, основной акцент именно на такую, я бы сказал, энергетическую составляющую, да? То есть, это должно приносить удовольствие прежде всего, а потом уже во второй степени это должно приносить деньги. Ну, я, скажем так, это первое-второе место, они, мне кажется, параллельно идут. То есть, они не по ранжиру, да, они рядом стоят? Нет, они абсолютно рядом, да. А команда, команда единомышленников, они, собственно, поэтому и называются единомышленники, они также смотрят на этот бизнес или у них несколько другая точка зрения? Ну, не все люди смотрят на бизнес, как на бизнес, да, кто-то смотрит как там работу, как наемный работник, да, кто-то смотрит как художник и поэт, да, тут совершенно по-разному. Но те, кто, ну, мои коллеги, да, которые связаны непосредственно с этим бизнесом, да, они также абсолютно смотрят, а по-другому никак. Так, если все будут смотреть в разные стороны, толку никакого не будет. Но они ориентируются на вас прежде всего, да? Потому что у вас такая точка зрения. Я не могу сказать, что кто-то на кого-то ориентируется, но как бы... Ну, есть иерархии-то, все-таки есть какая-то внутри команды? Или вы просто все друзья, братья? Все хорошие ребята, которые получают удовольствие от работы. Да-да-да, от процесса, да? Кстати, вот говоря опять о нынешних технологиях, и тем более мы же ведем речь о журналистике, вполне логично предположить, да, что журналист может работать удаленно, как сейчас модно говорить. Так и есть, конечно. Так и есть. То есть не привязывается, да, он ни к офису, ни к времени работы. Ставится задача, где бы он эту задачу не реализовал, да? Независимо, причем ни временные, ни пространственные, их совершенно нет никаких ограничений. А контролировать как? А контролировать приходится круглосуточно на территории Феррикской Федерации. Вот тоже я все время отмечаю, что с одной стороны мы получили, да, возможность из любой точки мира практически, да, делать дело. А с другой стороны мы таким образом свободу теряем. То есть невозможно уединиться сейчас, и так, чтобы тебя никто не нашел. Другой вопрос. Просто у меня были случаи, когда там журналисты, которые у меня работали по 2-3 года, я их увидел там лично только через 2 года работы. Да, были такие случаи. Причем у меня отличные отношения, как бы, и главный результат. То есть общались все время посредством электронной почты, да, что там скайпа? Да, да, совершенно верно. Забавно, забавно. А в этом случае никакие юридические отношения не закрепляются? Нет, юридические, конечно, закрепляются. То есть договор какой-то, да? Конечно, конечно. Я работодатель, ты, значит, наемный работник. Нет, у нас очень в этом случае строгий подход, потому что время там на авось русско-российское давно прошло. Вот, и законы, в принципе, требуют их исполнения. В этом смысле мы очень ревностно относимся, конечно, на все договора. И, еще раз повторюсь, авторское право, как бы, для нас это очень важно. В этом смысле, как бы, не связано. Мы же говорим о творческом процессе, скажем, в юридическом написании, так далее, редактуры. Другой вопрос. Периодичность какая у вашего, в частности, издания? Раз в два месяца. Раз в два месяца. Вот это нормально или надо чаще, или, наоборот, надо реже, или это зависит от каких других обстоятельств, не от рынка? Чаще надо редактировать много, вы знаете. Лень. Да, раз в два месяца нормально. Ну, я уж не говорю о том, да, ежедневные мы не берем, это другая специфика, наверное, да? Но есть вот формат еженедельного, ежемесятного. Это уже, что называется, больше забот, да? Ну, английская версия выходит раз в месяц. Вот, мы пока запустили шесть раз в год, посмотрим, может быть, через годик будет двенадцать, но я, честно говоря, не очень к этому стремлюсь. Посмотрим по рынку все-таки, посмотрим, как пойдет. Глеб, смотрите, я не очень к этому стремлюсь, потому что мне, ну, я понимаю, что слово лень здесь не очень корректно, ну, потому что мне вот, меня устраивает вот сейчас это. Либо я посмотрю, как будет спрос, да, если спрос будет, да, и, я не знаю, журнал выходит два раза, сколько, раз в два месяца, да, и сразу же в течение, там, трех дней сметают. Поэтому, значит, вы надо чаще... Да, совершенно верно, так, да, да. Сколько должно пройти время, чтобы вот подобный маркет... Ну, я думаю, год будет, через год будет понимать. Через год, да? А затеяли вы это когда? Ну, мы затеяли это вот в конце того года. В конце 12-го, да, то есть в конце 13-го будет примерно понятно. Будет понятно. Кризис в Европе не очень пугает в этом случае? Ну, кризис в Европе, ну, он сказывается в том смысле, что этот рынок укрепляется из-за того, что валюта нестабильна, люди инвестируют деньги в автомобили. Вот, вот как интересно. Вот как интересно. То есть в данном случае, да, раритетное авто можно воспринимать еще как некий способ сохранить свои сбережения. Сохранить и приумножить, конечно. Да, да, потому что альтернатив-то не так много сейчас. Здорово, здорово. Ну, вот видите, мы вышли, так сказать, к финалу еще на неожиданный и достаточно позитивный сигнал. Ну, что ж, я буду заканчивать наш эфир. Прежде всего, Глеб, огромное спасибо, что нашли время посетить нас. Напомню, Глеб Рачко, главный редактор и издатель журнала Classic & Sports Car, был сегодня у нас в студии. Мы обсуждали тему издательского бизнеса, ну, и отвечали на вопрос, как вывести на рынок тематическое издание и зарабатывать еще, не прогореть, что называется. Получили исчерчбывающий ответ. Уважаемые слушатели, спасибо вам огромное за ваше внимание. Всего хорошего, успехов в бизнесе. До свидания.